На этой светлой неделе очередной выпуск нашей программы мы решили посвятить благодарностям. Благодарностям вам, дорогие наши телезрители. Уже больше десяти лет каждую неделю выходит «Скорая социальная помощь», и каждый эфир находит отклик в сердцах неравнодушных людей. Давайте сегодня вновь побываем в тех семьях, о ком мы говорили недавно, и вместе порадуемся успехам наших ребят. Уже полгода живет в новой семье восьмилетний Антон Ибраев. Нашим постоянным телезрителям Надежда Габдрахманова знакома уже много лет. Мы не раз рассказывали про дочь Надежды – Любочку. И вот с появлением Антона в семье стало так много новых радостных хлопот. Со здоровьем у Антошки не все просто. У него детский церебральный паралич. На момент нашего с ним знакомства ребенок практически не двигался. Чтобы поставить сына на ноги, Надежда мечтала приобрести для него специальный велодренажер. После эфира сразу начались звонки. Все, конечно, ну, теплые слова поддержки, конечно, все невидоумения были. Почему, как, зачем. Но все желали только Антону быстрее. Все, что говорили, быстрее, дай Бог, чтобы собрать быстро на велотренажер денежку. И чтобы он начал… Ну, восхищались и ребенком. Да, то, что очень сильный, светлый мальчик. Занятия на новом тренажере дались Антошке непросто. Ножки сильно сведены с пастикой. Каждое движение ими приносит боль. Но сегодня Антон уже привык. Ежедневно крутит педали не меньше часу. Боль, конечно, остается. Но желание ходить – сильнее. Работать и работать. Но то, что у него появился шаговый, это уже видно. Да, у него же совсем было. Вот ножки стояли на месте, даже вот по тем съемкам, там же видно. А сейчас уже шаговый. Ну, тут мы его сейчас сразу сняли, вот как он ходит. А когда вот немножко покатя, после велосипеда дать ему отдохнуть, и где-то через час у него больше, увереннее в шаге. Ну, он еще сейчас разволновался. А так он – я и ходить буду, я ходить. С появлением Антона в этой семье стало намного больше улыбок и радости. Мы благодарим каждого, кто поддержал их в начале этого непростого пути. Когда в семье уже два ребенка-инвалида, приобрести тренажер для занятий дорого, практически невозможно. Антон вовсю занимается. И даст Бог, уже совсем скоро сделает свои первые шаги. Благодаря всем телезрителям, кто смотрел, всем православному каналу, всем, нижайший поклон был, честное слово. Потому что собрали быстро, я считаю, 10 дней, меньше, да, чем до 10 дней, по-моему, там было собрано моментально. Хотя я даже как-то думала, это будет очень долго. Все понятно, что сейчас трудно всем, но так быстро собрали и все это купили. Так что я думаю, с молитвами, со всеми вот этими пожеланиями Антошка начнет уходить. Уже скоро поедет на лечение и Ярослав Заравнятных. Ярик – второй ребенок в семье. У старшей дочки Яны, тяжелая форма ДЦП. Помочь ей чем-либо, кроме ухода, уже, к сожалению, скорее всего, не получится. Поэтому известие о серьезных проблемах со здоровьем и второго ребенка стало для родителей непростым испытанием. Помочь Ярославу, страдающего аутистичными расстройствами, можно. В ближайшее время мальчик начнет проходить курсы томатистерапии. Летом Ярик поедет и на дельфинотерапию. Даст Бог, лечение принесет хорошие результаты. Маленькими шашками к выздоровлению идет и трехлетний Богдан Батраков. Малыш родился с патологией в развитии позвоночника и почек. Почти сразу добавились и эпилептические приступы. Это, к сожалению, сильно отразилось на физическом развитии ребенка. Чтобы Богдан научился сидеть и ходить, ему необходимо специализированное лечение. Я даже не успела до конца посмотреть весь ролик. Сразу же начали поступать звонки. Все звонили, кто с благодарностью, кто спрашивал реквизиты, какие для Богдана для помощи нужны. Советовали, желали здоровья нам, всего хорошего. Все было очень хорошо. Благодаря собранным средствам удалось оплатить курс лечения Богдана в Москве, в клинике имени Мельниковой. Процедуры длились три недели. Делали нам коротоксин через нос водили. Это заменяет 200 уколов обычных, что лучшее воздействие будет. Делали нам аутонейротерапию, это воздействие токами на клетки мозга, чтобы восстановить это все после гипоксии. Делали нам облучение крови, чтобы Богдан лучший иммунитет был. И в ванной сухой иммерсии, это было что, как в невесомости, чтобы ребенок расслаблялся. Самое главное достижение от этой поездки Богдан начал стоять с опорой. Конечно, этот навык пока еще совсем не уверенный, но главное, он вообще появился. До недавнего времени малыш в основном лежал. У нас Богдан стал больше гулять, новые звуки какие-то появились, спастики меньше стало. И впервые он вообще засмеялся у нас. Мы никогда не слышали, а тут мы играли-играли, развеселили его. Он засмеялся у нас в первый раз. Для нас это вообще впервые за три года почти что. Моторика лучше стала, он лучше стал игрушки держать, дольше удерживать их. Как-то руки стали подвижнее. Он стал, может, баночки подержать, отпустить. Я ему говорю, Богдаша, отпускай ручку, он отпускает. Богдаша, держи, он держит. Он стал мультиками интересоваться. Он может сидеть дольше в стульчике в своем и смотреть мультики, что очень даже хорошо. Он стал более спокойнее. Раньше, если он там посидит пять минут, сразу же у нас истерика. Тут он может минут 15-20 посидеть спокойно вообще. Таким детям, как Богдан, необходимо постоянное лечение на протяжении всей жизни. Собирать средства для помощи детям с церебральным параличом непросто. Большинство благотворительных фондов таких детей попросту не берут. Дорогие наши, мы благодарим каждого, кто на протяжении многих лет поддерживает деток на их долгом, сложном, но таком важном пути лечения. Улетела на реабилитацию и Лизоньки Чернышева. До девяти месяцев малышка развивалась наравне со сверстниками. Но в результате неожиданно возникшего диабета Лиза впала в кому, что повлекло за собой очень тяжелые последствия. В прошлом году в Германии, слава Богу, удалось подобрать для Лизы противосудорожные препараты, благодаря чему почти удалось справиться с эпилепсией. Сейчас девочка проходит интенсивный курс реабилитации. Будем надеяться, по возвращению домой Лизонька начнет хотя бы ползать и сидеть без опоры. Давайте помолимся за эту семью и пожелаем Лизе скорейшего выздоровления. Удалось свозить на лечение и Машу с Сашей Кузвесовых. У Олеси двое детей. Старшая дочь является носителем редкого и очень сложного генетического заболевания – синдрома Ретта. Младший сын Сашенька тоже имеет проблемы со здоровьем. Он не говорит и сложно взаимодействовать с другими людьми. Вероятнее всего, в ближайшее время ему диагностируют аутизм. Олеся воспитывает детей одна. И в такой непростой ситуации моральная поддержка оказалась не менее важна, чем материальная. В основном «держись, крепись, ты молодец» – вот такие фразы. Одна женщина меня еще и поблагодарила за то, что есть я такая, что на фоне своих проблем с моей проблемой сравнила, и что ей легче стало. Благодаря собранным средствам удалось оплатить поездку на дельфинотерапию для обоих детей. А Саше также пройти курс томатистерапии. Маша стала очень крепкой. Ну, сегодня вы видели. Она может ползать. Правда, ноги мы уже просто не успели, поэтому ноги приходится помогать. Но то, что она держится на руках, стоит на руках, опора у нее на руки. По ступенькам мы стали спускаться, подниматься все-таки более увереннее. За две ручки пока, но все-таки идем вперед. В речи, ну, слов, конечно, не появилось у Маши, но она хотя бы осознанно нам лепечет. У Саши был результат. Наконец-то я услышала слово «мама», и это осознанно. «На-на, мама», что не надо «мама». Это тоже произошло после пятого занятия. Понимает он сейчас все? Он понимает обращенную речь. Не всегда, конечно, выполняет, но сейчас он не прячется. Сейчас он играется с ребятками, что очень-очень радует, потому что выходим на детскую площадку, он уже не бежит, он бежит к детям. То есть он старается, особенно его любимая игра – это ляпки. В ляпы он очень любит играть. Для обоих деток это лечение было далеко не последним. Постепенно оба ребенка лучше адаптируются к миру, а Маша подтягивает и физические навыки. Мы благодарны всем, кто поддержал Олесю и ее семью на этом непростом этапе. Будем молиться за них и верить, что все будет хорошо. Хочу сказать спасибо огромное от моих детей и от меня за то, что вы откликнулись, за то, что помогли нам, не оставили нас в беде такой, которая с нами случилась. Мы желаем вам огромного здоровья, потому что в наше время это самое главное. Будет здоровье и будет у нас все. Добрых людей, отзывчивых, чтобы больше окружало вас. Невозможно вместить в одну программу благодарности от всех семей, о которых мы рассказываем в нашей программе. Но мы обязательно постараемся и дальше следить за судьбами героев. Если вы хотите помочь кому-то из героев программы, сделать это можно на сайте Православной службы Милосердия. Адрес сайта вы сейчас видите на экране. Также можно позвонить и диспетчеру, получить все необходимые реквизиты. Обратите внимание, сбора через личные реквизиты наша программа не проводит. Благодаря этому каждый жертвователь может получить информацию, на что были потрачены его средства. Ну а мы в свою очередь еще раз благодарим всех, кто поддерживает наших героев, молится за них, помогает лечить детей. Ваша помощь, ваше неравнодушие – самое важное, самое дорогое в такой ситуации. Низкий вам поклон. Субтитры создавал DimaTorzok